В Юго-Эстинском государственном университете презентовали 20-й номер журнала «Русское слово в Южной Осетии». На презентацию журнала были приглашены посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов, почетный член Ассоциации преподавателей русского языка и литературы ректор ЮГУ Вадим Тедеев, советник президента Республики Южная Осетия Эрик Пухаев, глава Россотрудничества в Республике Южная Осетия Сергей Скворцов, преподаватели русисты и студенты. Я хочу передать слова приветствия от имени президента нашей страны, который попросил передать всем присутствующим самые теплые слова и пожелания успехов в нашем сегодняшнем мероприятии. Хочу поблагодарить всех, кто за этот семестр, за это полугодие приложил усилия, активно участвовал в работе нашей организации. Хочу поблагодарить ректора нашего университета Вадима Бутазовича Тедеева, почетного члена нашей ассоциации, который принимает самое активное участие и оказывает нам содействие в проведении всех наших мероприятий. И сегодняшняя наша встреча тоже стала возможной благодаря помощи Вадима Бутазовича. Журналы при его содействии были выпущены в этом уютном конференц-зале. Как всегда, мы имеем возможность встретиться и провести наши мероприятия. Большое вам спасибо за такую помощь, Вадим Бутазович. Я хочу поблагодарить Марата Минюровича, нашего, смею сказать, большого друга, с которым мы все мероприятия вместе. Вместе радуемся выходу журнала, вместе радуемся десятилетию нашей организации, да и все остальные события, научно-практическая конференция, праздник славянской письменности и культуры. Это все то, что нас объединяет и тесно объединяет. И ваша помощь, ваша поддержка нам очень дорогается, нам Марат Минюрович. А то, что вот недавно мы смогли вовремя привезти книги, подаренные кафедрой и ассоциацией, благодаря вашей большой помощи, мы этого, конечно, знаем, помним и высоко ценим. Спасибо большое, Марат Минюрович, за ваше внимание и помощь. Хочу поблагодарить Сергея Викторовича, большого друга организации, который интересуется каждым моментом жизни организации, каждой нашей встречи, каждым планом, нашими перспективными мыслями в жизни ассоциаций. Это нам помогает, это нас организует, это нам очень нужно. Мы привыкли к такому пристальному вниманию, Сергей Викторович, с вашей стороны. Большое спасибо за помощь, внимание, поддержку и то, что вы сегодня, как всегда, здесь рядом с нами. Спасибо большое. Каждый выступающий отмечал важное место журнала в информационном поле Южной Осетии. Это особое направление, я считаю, как и в науке, в педагогике. Это люди самозабвенные, скажу, что отдающие практически кусочек своей души, своего сердца этому поприщу. И, скажу, оно необходимо всем, потому что мы всегда читаем, говорим по-русски, мыслим по-русски. И если ты не понимаешь язык, если ты не понимаешь его многообразия, значит, ничего не получится. Вот благодаря вам, самого первого шага в жизни человека, вы даете возможность ощутить этот мир. Этот прекрасный мир, который преподносится именно языком. Мы воспринимаем мир именно языком, образом. Вот именно русское слово оно дает. Авиационная коллегия, авторский коллектив, с каждым выпуском журнала поднимается на очередную ступеньку. Растет мастерство, растет содержательность этого журнала. Методика предпорядования предмета. Мы это замечаем. Честно говоря, это радует нас. Это радует, конечно. Это говорит о том, что апрел на правильном пути. Знаете, я, когда раскрываю журнал, во-первых, я всегда смотрю именно раздел методика преподавания. Очень приятно, знаете, очень приятный раздел. И низкий поклон методистам, кто вкладывает свое сердце и свое, говорится, мастерство вот в этот раздел. Большое вам спасибо. Я считаю, что это направление должно обязательно быть развиваться. Без передачи опыта невозможно двигаться вперед. Я чуть-чуть завидую, потому что надо не только журнал «Русское слово», но, наверное, математическое слово в Южной Осетии тоже вводить, потому что я математик. И жаль, что я с 1982 года работаю здесь в университете, и мне тогда еще и сюда. И до сих пор у нас нет своего журнала. И в-третьих, меня радует то, что вот такая молодежь, вот студенты, есть среди нас. Вы знаете, я заметил, и мне кажется, это очень хорошая тенденция, журнал из такого академического и сухого превращается, превращается постепенно в журнал, знаете, как разнообразно здесь, здесь сейчас материалы, которые интересны не только русистам, а материалы, которые каждый человек, любой человек может найти для себя что-то интересное. Есть стихи русских классиков, а есть стихи студентов, да, очень хорошо. Есть серьезные статьи, вот, значит, хотел бы обратить внимание на 43-й странице, допустим, серьезная такая научная статья Алены Катаевой, да, вот с такими словами сложными, медиа, конверденция, вот. А в то же время, да, опубликована и сказка Белла Владимировна. Вот, очень приятно, что, значит, упоминается русский дом с живой классикой, и особенно мне, конечно, это лично приятно, что вот прислушались ко мне, вот. Троица, да, 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 я надеюсь, что станет традиционным. Мы вот с Дианой даже уже поговорили, где и как это сделать, откуда материал взять. Вот, и действительно, тут не надо много места, тут раз, два, три странички всего лишь, но тем не менее. В общем, я поздравляю всех с выходом вот этого журнала, очень хороший, я считаю, очень удачный журнал. Ректор ЮГУ Вадим Тедев отметил огромную работу редколлектива журналов «Продвижение русского слова», выразил благодарность каждому, кто делает журнал разнообразным и интересным своими материалами. Всегда начинаю слово свое приветственное благодарностью руководству «Апрел» в лице Залины Константиновны, всем тем русистам, которые делают все возможное и невозможное для популяризации русского языка, русской культуры, русской истории. Журнал всегда имеет богатое содержание. Как верно заметил Марат Минирович, содержание журнала бывает из номера в номер более и богатым, и насыщенным, качественным. И здесь, безусловно, немалый вклад именно всех тех, которые этим занимаются. Учащиеся выпускных классов Школы Республики участники мероприятия, декларирующие стихотворения как русских поэтов, так и произведения собственного сочинения, были желанными гостями мероприятия. Многие из них уже сегодня определили, что жить и учиться в родном городе и после окончания школы для них самое правильное решение. Сегодня презентация немножко необычная, потому что мы хотим сказать, что ассоциация не только учителя-русисты, ассоциация объединяет студентов филологического факультета, настоящих любителей русского слова. Но сегодня мы пригласили на нашу встречу будущих студентов факультета русской филологии. Совсем недавно нам удалось с ними познакомиться, мы пригласили их на кафедру, и встречу эту организовала Алла Петровна. Большое спасибо за помощь. И вот перед нами сидят два замечательных выпускника, и я хочу, чтобы сейчас каждый из них, Алина Засеева, которая пишет стихи, любит русский язык, русское слово. В этом году она успешно закончила школу номер три. И она нам прочитает свою собственное стивотворение. А потом предоставим слово вот этому юноше, который поразил меня знанием школьной программы, не только в объеме школьной программы, но и пошире, и поглубже. Он Маяковского читает без остановки. Есенина знает так глубоко. Нынче юность мать шумела, как давно подкнивший под окном и плен. Но мне помню, я девочку первую, для которого был тот перст почтален. У каждого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки, из-за шейника пса, не брала, никогда на них не читала. И мой путь черпал ей незнакомый, но о чем-то подобном мечтала, у Калины сожжалась в пудов. Алина Засеева, да? Да. Вы в какой школе, вернее, в какой школу заканчиваете? В третьей школе я начал учиться. Это легендарная школа. Но у меня вопрос к тебе, вот какой план. Абсолютно тебя не уговариваю, потому как выбор абитурента, выбор старшеклассника для нас святое. Я просто тебя хочу спросить, ты выбор уже сделала, куда поступать? Вы запишите. Я хочу тебе выразить огромную благодарность за выбор вуза. На страницах журнала представлены материалы, как начинающих пробовать себя, так и корифеев науки. Я пролистал журнал и смотрю материал Мурата Кузьмича, мы хотим ему пожелать здоровья, выздоровления. Это для нас легендарная личность. Один из немногих в Южной Осетии, которые нас зовут незаменимым. Я остановился внимательно на стихотворениях. Руководитель Русского центра фонда «Русский мир» Югуру Заустаева также дала высокую оценку журналу «Русское слово» в Южной Осетии. Этот журнал отличается тем, от других, что здесь увеличивается участие студентов, публикуются их работы. Журнал многотемный. И многотемия, в хорошем смысле этого слова, проявилась именно в последнем журнале. Я его очень внимательно читала, придирчиво, вредничала там, потом говорила, уйбись, оставь старческое грижание и смотри журнал как следует. Что я увидела? Во-первых, есть традиционные статьи, традиционные статьи наших учителей русского языка и литературы, которые показывают свою осведомленность с того, что называется русская речевая культура, русский язык и наше место формулировки значения русского языка. Это две статьи, «Пушки», «Наше всё». Это статья «Я посолу русского мира», это статьи учительской общественности, которые показывают, как они представляют свою функцию в обществе. Это очень важно. Это надо приветствовать. Есть статьи, которые погружают нас в филологическую науку, на уровне журнала. Конечно, это не глубокие исследования, оно не нужно в журнале, но они очень интересные статьи.